всем привет сегодня я расскажу про две свои любимые повседневные камеры я практически никогда не выхожу из дома без одной из них возможность брать с собой камеру везде и всегда быть незаметным иметь возможность быстро реагировать во многом опирается в размеры и габариты техники поэтому это главное на что я обращала и обращаю внимание при выборе всей техники меня не столь интересуют какие-то не знаю технические параметры вроде скорости непрерывной съемки или количество точек фокусировки сколько именно компактной стушки и объектива единственное я люблю снимать на открытую диафрагму даже какие-то пейзажи поэтому я в том числе искала что-то со светосильной но компактной оптикой первая камера которая дала мне возможность гораздо больше снимать это fujifilm x pro 3 сразу скажу что возможно для многих x pro 3 это не про повседневную камеру а про нормальный рабочий инструмент если говорить про повседневность то это скорее про серию x100 но поскольку я рассказываю вам свою историю то в ней прошка по большей части стала именно такой вот деле камерой на тот момент я не искала себе именно повседневную камеру а хотела найти альтернативы неудобной и большой сонки то есть нужен был инструмент с которым я смогла бы работать на съемках и которые могла бы просто использовать повседневной жизни не теряя в качестве изображения когда камера вышла было очень много неоднозначных мнений в контексте скрытого экрана и того что камера в принципе рассчитана на очень узкий сегмент фотографов и в основном стрит фотографов меня безумно зацепил ее дизайн она была очень похожа на пленочную камеру и мне на напомнила одну из моих камер context я очень много лет снимал на пленку и мне нравится вся эта эстетика колесики я люблю когда камера больше управляется именно какими-то внешними переключателями типа кольца диафрагмы колеса iso и так далее я наверное один из немногих людей кто был в восторге от этого решения сделать маленький экранчик сзади который показывает выбранный режим моделирования пленки потому что я сама столько раз вставляла в похожее окошко на пленочной камере вот этот кусочек от коробки с пленкой так что для меня это невероятная ностальгия и кайф но и мне в принципе в современных цифровых камерах всегда очень не нравилось то что они выглядели как-то ультра современно и в то же время довольно безлико у многих самых известных пленочных камер была какая-то неповторимая внешняя эстетика поэтому их про 3 абсолютно влюбила меня в себя с первых взглядов камеру я стала использовать с объективом 23 миллиметра 14 это моя любимая фокусное расстояние по сути это 35 миллиметров в пересчете на full frame объектив не самые компактные в линейке fuji есть гораздо более компактные вроде 23 2 но мне все-таки очень хотелось диафрагму 14 первое на что я обратила внимание когда впервые взяла в руки камеру это ее вес она нереально легкая я бы даже сказала невесомая несмотря на то что она ну довольно серьезная по содержанию я много говорю о том что камера нравится мне внешне и я считаю что это вообще-то важно в целом я поддерживаю идею о том что снимать можно на что угодно и за свои там многолетний опыт фотографии я снимала даже на веб-камеру от ноутбука но в то же время я прекрасно понимаю насколько важно найти свой инструмент и свою камеру потому что это то что тоже будет вдохновлять тоже будет связано с тем насколько часто и в удовольствие вы будете фотографировать честно скажу что я не сразу поняла цвет fuji jpeg оказались мне очень контрастными очень такими конкретными по цвету я как-то особо сразу не сообразила что вообще-то все можно настроить под себя у меня очень вдохновляла эта возможность всегда везде быть с камерой все фиксировать я действительно стала гораздо больше снимать помимо 23 мне очень нравится использовать с камерой 56 объектив у него очень классный и характерный рисунок несмотря на то что это по сути вообще максимально не моё фокусное расстояние мне нравится использовать объектив при съемке портретов и еще в уличной фотографии что позволяет держать такую хорошую дистанцию от героя съемки и выхватывать какие-то интересные сюжеты у объектива очень приятное размытие так что я практически всегда и все с ним снимаю на максимально открытый диафрагме 12 буквально на днях я купила себе новый объектив от фуджи 33 миллиметра 14 для побольше части какой-то уличной фотографии и сейчас как раз таки ношу его постоянно связки с прошкой но пока еще не могу поделиться каким-то полноценным спектром эмоций и возможно сделаю какое-то отдельное видео на эту тему многие переживают по поводу скрытого экранчика но опять же поскольку я много лет снимал на пленку мне комфортно и привычно снимать через видоискатель а если нужен экранчик то в общем то не так сложно его откинуть и ориентироваться уже по нему в общем мне лично он не доставляет каких-то проблем но при этом я понимаю что многим людям это непривычно и неудобно по поводу того что это crop для повседневной камеры это конечно же вообще не проблема потому что качество изображения и картинка очень классный для профессиональной работы скажу так я вижу разницу между своей full-frame лейкой и снимками из fuji но речь по большей части о разной пластике изображения что в общем-то естественно учитывая что это разные бренды оптика и совершенно разные камеры вообще на лейке чувствуется больше воздуха и глубины особенно это видно с широкоугольной оптикой ну и плюс обе камеры лейки которые у меня есть превосходят fuji по количеству мегапикселей и ну это тоже заметно иногда довольно сложно из-за этого переключиться резко на fuji потому что есть ощущение что чего-то не хватает в детализации картинки но до лейки свои снимки в портфолио я снимала именно с x pro 3 поэтому я вполне комфортно себя чувствовал с кропом и несмотря на то что у меня тогда лежала sony a7 3 с хорошей оптикой я все равно снимала на fuji потому что мне было удобно и мне больше нравилась картинка именно с него но опять же это все очень индивидуальная история и лично я буду лучше снимать на кроп чем на габаритный full frame именно поэтому тот full frame который у меня сейчас есть это только лейка потому что ее размеры меня полностью устраивают из минусов по fuji я могу выделить приложение с последним обновлением iphone она вообще перестала у меня работать до этого при управлении с телефона и при скидывании фотографий через вайфай все время все жутко зависала и хотя как я уже говорила x pro 3 не совсем вписывается в шорт-лист повседневных камер но зато она позволяет быть гибким в плане оптики и на случай ежедневного использования можно выбрать какие-то более компактные стекла которые у fuji слава богу есть получается такой гибрид камера и для съемок и для жизни помимо повседневных кадров я использую x pro 3 и для своих творческих съемок а в том числе в технике мультиэкспозиция я признаюсь довольно долго избегала знакомства с этой камерой потому что была абсолютно уверена что 28 миллиметров и несменная оптика это абсолютно не моя история но знакомые фотографы вокруг меня стали все больше и больше делиться восторженными отзывами о q2 так что я просто ради интереса решила взять ее на тест через четыре или пять дней уже покупала свою такую камеру потому что было не очень понятно как теперь жить без нее вот кьюшку действительно по право можно назвать идеальной повседневной камерой для всего которая тоже вполне себе может быть и профессиональным инструментом если вам подходит 28 миллиметров для работы она более компактная чем x pro 3 и у нее просто какое-то нереальное качество картинки сам рисунок очень мягкий но при этом все снимки резкие даже на 17 мне кажется пластика изображение это именно то что не оставляет никого равнодушным начать снимать на 28 миллиметров было довольно непривычно казалось что много всего лишнего лезет в кадр но со временем я как-то оценила преимущество и универсальность этого фокусного расстояния потому что с ним можно снять и портрет и пейзаж интерьер и макро и просто какие-то под снять не знаю повседневные кадры в камере есть возможность при съемке кропнуть изображение имитируя фокусное расстояние равное 35 50 и 75 миллиметров но не могу сказать что я пользуюсь этим очень часто скорее какие-то редкие моменты когда я не могу подойти ближе к объекту съемки или когда мне нужно убрать что-то лишнее из кадра но вот кстати макро в связке с кропом я довольно часто использую когда снимаю натюрморты с цветами это позволяет иметь очень короткую дистанцию фокусировки что дает возможность снимать цветы ближе плюс сразу же избавляться от лишнего в кадре благодаря кропу камера очень тихая компактная это идеальный повседневный инструмент который комфортно носить с собой он не притягивает лишнего внимания ну не знаю разве что красный кружок на камере может кого-то заинтересовать и она очень простая и понятная в управлении мне ни разу не пришлось открыть инструкцию чтобы разобраться как что-то работает этим мне кстати очень нравится лейка потому что у них в принципе очень понятное и минималистичное меню отдельно хочется сказать про видео потому что несмотря на то что камера в целом не заточена под съемку супер профессиональных каких-то видосов и там не очень удобная фокусировка в режиме съемки 4к еще и сама камера издает какие-то странные звуки качества и картинка опять же очень классная особенно мне нравится снимать slow motion видео 120 кадров в секунду я не знаю в чем там заключается тайна но как из фото там очень приятно именно пластика изображения мне очень комфортно снимать этой камерой всю свою жизнь будь то путешествие или какие-то автопортреты в студии или даже банальные кадры для stories улейки приложения работает практически превосходно по сравнению с fuji это конечно небо и земля но тоже бывают моменты когда на дистанционке камера может подвиснуть а вот при сбросе снимков у меня никогда не было каких-то проблем это всегда очень быстро и очень удобно плюс очень круто что можно не только джипеги скинуть но и рафки потому что какие-то кадры иногда хочется более детально подтянуть единственный минус у этой камеры это цена и очень неудобная родная крышка которая со временем перестает держаться но я вот нашла кстати себе довольно неплохую резиновую альтернативу и она в целом гораздо удобнее в эксплуатации а цена да но я считаю в целом ее оправданной я ни разу не пожалела что купила эту камеру многие фотографы вообще используют ее как основную и снимают на нее свои работы в портфолио я тоже часто использую кьюшку на съемках когда нужен какой-то широкий угол это тот инструмент который покрывает максимальное количество задач несмотря на несменную оптику если бы я не стала каким-то типа профессиональным фотографом я уверена что мне было бы также интересно документировать жизнь вокруг и эти две камеры были бы для меня идеальным выбором но в этом своем небольшом обзоре у меня не было цели выносить каких-то вердиктов какая из них лучше потому что на мой взгляд они все-таки довольно разные и даже использую я их целом под разные задачи и настроения повседневной жизни я чаще всего беру с собой q2 потому что она универсальна для всего и меньше по размерам но отправляясь погулять по городу поснимать стрит как-то более целенаправленно я скорее выберу прошку потому что иногда захочу использовать тот же объектив 56 миллиметров или 33 миллиметра вот собственно и все что я собиралась вам рассказать про эти две камеры если у вас остались еще какие-то вопросы по этой теме то можете смело писать их в комментариях под этим видео и я отвечу вам на все ваши вопросы до скорых встреч